Привет, друзья, с вами я, Трина. Сегодня посмотрим несколько важных графиков, которые все вместе помогут понять, можем ли построить позитивную линию для рынка акций на осень. И если да, то в какой промежуток именно. Поскольку если в рынке акций будет направление вверх, то то же самое и будем ждать в рынке криптовалют. Для этого мы возьмем самые существенные финансовые инструменты, которые напрямую влияют на направление рынка акций. В этом видео мы посмотрим на график доллара, нефти и график десятилетних облигаций Соединенных Штатов Америки. И если эти три инструмента будут иметь направление боковик или же, что будет лучше, коррекция вниз, в таком случае для рынка акций есть где подышать на осень. Но до того, как мы посмотрим на графики этих трех инструментов, нужно знать, что на этой осени, так конкретнее 8 ноября, это выборы в США. И в это время, как и в любой стране, руководящая партия делает все, чтобы показать гражданам, что они справляются с проблемами, решают их, чтобы набрать голоса. Так, например, в одной стране делают асфальт в предвыборное время, нормализуют дороги. В другой стране Америка помогает со студенческими кредитами. Но кроме кредитов, самое большое, чего ждет американские граждане, это цены на бензин, чтобы не были такие высокие. И поэтому руководящая партия демократы будут делать то, чтобы в предвыборное время цена на бензин была под давлением. Это действие будет очень сильно показательное и очков для демократов будет очень много. Зная это, первым мы посмотрим на график нефти. На графике я серым цветом обозначил осень и линия 8 ноября, это конкретная дата выборов. С технической стороны цена на нефть уже находится в коллекции вниз. Закончила пять волн Эллиота вверх, сейчас ABC идет вниз. Так что сдерживать цену, которая уже находится в коллекции, это плюс демократам. Плюс на то, что рынок имеет окошко, чтобы пойти вверх. Я об этом говорил, но на всякий случай для новичков еще раз скажу. Я понимаю, цена на нефть должна держаться высоко. Потому что это самый важный фактор для того, чтобы отправить людей на электромобили. Сейчас, если смотрим новости, выходит Австралия, дает кредиты только на электромобили. Если хочешь взять автомобиль на бензин или дизел, банк тебе кредитов не дают. Или же в Америке, не помню в каком штате, но субсидируется какая-то часть, если ты берешь электромобиль, а не дизел или не бензин. Так что для направления в электро в сторону цена должна быть держаться высоко. Далее. Для того, чтобы предвыборный сезон на рынок акций не были негативные настроения, потому что это никогда не приветствуется, когда выборы, а там все падает, обесценивается. Нужно, чтобы в рынке акций были позитивные настроения. И когда доллар падает, то рынок акций набирает обороты вверх. И на графике доллара мы видим. Первое. Доллар уже на недельном графике находится на овербоут территории. Второе. Доллар или уже закончил, или заканчивает последнюю волну Эллиота вверх. После чего пойдет на коллекцию. Это тоже попадает именно в временной промежуток предвыборный сезон. Если доллар будет иметь коллекцию вниз, это должно быть видно на других парах с долларом. Если посмотреть на фунт-доллар пару, видно, что на индикаторе RSI на недельном графике очень хорошая дивергенция. То же самое видно и на евро-доллар паре. На евро-доллар у меня была позиция вниз. Но я эту позицию закрыл с плюсом. Потому что так и на фунт-доллар, так и на евро-доллар. Есть довольно сильная дивергенция на недельном графике. К теме не сильно относятся, но график рубли и доллар тоже очень хорошие. Рубли имеют хорошие шансы еще раз пойти вверх. То же самое и рубли-евро, кстати. Вернемся. Так, у нас есть нефть, которая находится на коррекции вниз. Доллар, которая находится на коррекции вниз. И другие пары с долларом формулируют дивергенцию. Что говорит, что та коррекция на доллар, которую мы видим в графике, что скоро будет, она имеет очень большие шансы быть. Кроме этих двоих, нефть и доллар, мы посмотрим еще и график 10-year yield. 10-летние облигации США. На этом графике есть две очень хорошие показатели. Первое, то, что 10-year yield заканчивает пятую волну Эллиота. Второе, то, что есть сильная дивергенция между показателем и индикатором RSI на недельном графике. Что говорит о том, что коррекция вниз уже очень близко. И тут мы посмотрим все прошлые дивергенции на недельном графике 10-year yield и как они отрабатывались. И на графике видно, что каждый раз, когда формулировалась дивергенция на недельном графике RSI и показателем 10-year yield, после этой дивергенции направление было вниз и на хороший временной промежуток. Поковик вниз с коррекцией. И почему 10-year yield? Один из самых важных индикаторов, потому что если на направление доллара могут повлиять много факторов, если на направление нефти могут повлиять много факторов, то 10-year yield полностью контролируется со стороны Центробанка. Контролируешь 10-year yield, контролируешь все волнения большие в рынке акций. На 10-year yield идут самые большие деньги, если в рынке акций все плохо. Итак, давайте подытожим. Предвыборный сезон – сентябрь, октябрь, потому что ноябрь 8 – это выборы. Особенно последний месяц – октябрь. Нефть находится на коррекции вниз. Доллар находится на недельном графике, уже в овербот, заканчивает пятую волну эллиота и тоже будет идти вниз на коррекцию. 10-year yield имеют сильную дивергенцию и заканчивает пятую волну эллиота и пойдет на коррекцию. И все другие дивергенции ранее на 10-year yield показывают, что эта дивергенция себя очень хорошо отрабатывает через малое время. И все эти инструменты суммарно говорят о том, что рынок акций, предвыборный период, когда нужно позитивное настроение на рынке акций, имеет место для роста. Рост в рынке акций или существенная коррекция вверх в рынке акций будет в сентябре или же на последнем месяце – октябре. Это сейчас рано сказать. Но следуя за этими тремя индикаторами, это будет понятно, когда рост начнется. А когда будет коррекция вверх на рынке акций, то то же самое будет и в рынке криптовалют. Все. Это было Market Update. Спасибо большое. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»